Вежливые дети встречают комиссию в детском саду на бережке. Сегодня здесь проверяют готовность дошкольного заведения к новому учебному году. Проверяют рано, чтобы у детских садов и школы в Антеевке было время устранить выявленные недочеты. Детские сады на бережке и на школьной – новые для городской системы образования. Обоим нет еще и года. Планета детства на школьной – словно планета изучения правил дорожного движения. Комиссию восхищают дорожные знаки и разметка. А еще лифт. Предельное внимание к системе безопасности. В саду организовано видеонаблюдение. Скоро появятся и дополнительные камеры по программе «Безопасный город». Их установкой занимается компанией «Стар» с опережением графика. Летом в детских садах и школах города запланировано проведение ремонтных работ. В 19-м саду починят крышу. Выделено 2,5 миллиона рублей. Аукцион прошел. Ремонт крыши и благоустройство территории ждет 12-й сад. В 17-м установят спортивную площадку со специальным покрытием. Самые масштабные, конечно, работы предстоят у нас с вами в новом здании 8-й школы. Им выделено здание РГСУ. И здесь у нас город выделил 22 миллиона на реконструкцию данного учреждения. Это здание мы планируем сделать к 1 сентября. У нас их 5 штук и все ступеньки запасных выходов приведены вот в такое состояние. В гимназии номер 3 акцент на прилегающую территорию. Установлен новый забор. Рассматривается вопрос об организации дополнительных парковочных мест рядом со школой. Я думаю, что вот эти вот деревья, они очень густые. Проредить как-то их можно. Не совсем убрать, а проредить их можно с тем, чтобы хотя бы 30 парковочных мест было. И вот туда немножко продлить, да. Ну, может быть, вот до дома-то точно. До дома можно однозначно. Однозначно. Но тут можно сделать так, что и зеленые насаждения оставить, сохранить и место под парковку сделать. Большие ремонтные работы коснутся и здания первой школы. Здесь также грядет ремонт крыши. 58 миллионов рублей выделено из бюджета Московской области на проведение капитальных работ в старом здании второй школы. Приступят уже в июле. Но к сентябрю все сделать явно не успеют. Во второй школе комиссия оценивает спортивную площадку. И огромное спасибо Григорию Ивановичу Сычу за то, что так поддерживает нашу школу. Площадку такую великолепную сделала. Огромное спасибо и от меня, от учителей, от родителей нашей школы, конечно же, ему. В каждой школе комиссия проверяет пищеблок, содержание учебных комнат, документацию. В составе комиссии сотрудники Роспотребнадзора, пожарной охраны, медицины, образования. Проверяли пожарную безопасность. Тут у нас практически замечаний нет. Дальше. Состояние путей, под которым дети приходят. Это антитеррористическая защищенность. То есть здесь есть некоторые замечания, которые устранимы в рабочем порядке. Каких-то серьезных замечаний. Все-таки у нас практические дети. Павла Светан-Валейму сделала, бегущая с драка. Вот туалеты для инвалидов. Практически во всех учебных заведениях завершена масштабная работа по созданию безбарьерной среды. Комиссия в целом осталась довольна. Очень немного вопросов по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Но есть вопросы, которые связаны с косметическим ремонтом, вопросы с ремонтом для подготовки к новому учебному году. Но это в штатном режиме, в плановом режиме. Все учреждения знают, что они должны сделать. Денежные средства выделены. И я думаю, что 15 августа 100% образовательных учреждений у нас с вами будут готовы к новому учебному году. Приемка учреждений образования Ивантеевки продолжалась в течение пяти дней.